Начнем с обидного для некоторых толмахчан курьеза. У них отопление дали, а батарею установить забыли. Такая история приключилась на Диксона 4 в Толмахе, где до сих пор идет капремонт системы тепловодоснабжения. И вроде о проблеме и чиновники, и коммунальники знали, но кто-то все же опрометчиво открыл вентиль. Вот сегодня у нас отопление запустили, а трубы установить забыли. Прихожу с работы, а у меня мокрые полы. Спасибо, что хоть не кипяток. Систему ТВС до сих пор меняют не только на Диксона 4, но еще и на Бауманска 4 и Таймырской 12. Везде затянулся злосчастный капремонт. И чиновники, и коммунальники были в курсе, что радиаторы там стоят далеко не везде. А ведь как запускать эти дома, давно решили. Будут продолжать работы постоячно, отключать стояк отопления с утра, выполнять все монтажные работы, вечером запускать. Но, видимо, вниз информация просочилась не до конца, поэтому кто-то и открыл лишний вентиль, и просочилась вода. Да так, что в квартирах потоп. Работы подрядчики закончат, скорее всего, к 1 октября, отмечают уже в ЖЭКе. И не исключают, что жильцам придется подавать в суд на проектировщиков. И, возможно, жаловаться придется и на подрядчиков с Малунской 4. Буквально только что нам сообщили, что новые стояки дали течи по всему дому. Отопление запустили вчера вечером, и вода сразу же стала сочиться из сварных швов. Проблему пострадавшим пообещали решить, но у людей уже начинают сдавать нервы от разрухи. Только убрали последствия замены батарей, а эпопея, оказывается, не кончилась. Мы продолжим следить за развитием ситуации. О проблемах домов, где меняют систему ТВС, расскажем в следующих выпусках. Далее о происшествии. Сегодня утром случилось возгорание галереи транспортировки шлака на Надеждинском металлургическом заводе. Как сообщила пресс-служба заполярного филиала, площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Огонь был оперативно устранен. Никто не пострадал. На месте работает комиссия. Оценивается причиненный ущерб, проводится экспертиза состояния конструкции и оборудования. Определяются мероприятия для нормализации работы завода. Происшествия классифицированы как инцидент, который не отразится на работе предприятия. К дорожной теме моста не будет. Через Наледную ездить по опасному, на взгляд водителей, участку придется еще долго. Насыпь укрепят, а вот с реконструкцией придется еще подождать. Мост закрыли два года назад, но с того момента с мертвой точки так ничего и не сдвинулось. То подрядчика не нашли, то цену на проект завысили. А какие теперь перспективы и почему ремонт превратился в бесконечную историю, выяснял Михаил Чернов. Ремонтировать мост через реку Наледную в этом году не будут. Все, что сделают дорожники, это поднимут просевшую насыпь на объездном участке и заасфальтируют. Водителям это вряд ли понравится. Объезд всегда это опасно. Сколько люди ездят у нас? Как ездят у нас? Были бы у нас все правильные водители, вопросов бы не было. У нас дорожников хватает, которые и на обгон там идут, и это уж который год там его делают. Так что, конечно, там и пробки эти. Там надо было поставить лампочки красные, чтобы мигали, чтобы видно было. А там ничего нет. Человек в темноте, он может не разобраться сразу. Там постоянные ямы, и машины все останавливаются. То, что моста нет, ничего нет, там вообще ужасно сейчас. Объезд зимой будет опасен в кругу. Очень опасен. Кто и когда займется мостом, чье состояние ухудшается с 2009 года, неизвестно. Уже в 2016 году специалистами принято решение сооружения закрыть на реконструкцию. Пройдет еще два года, и на дворе уже 2018-й авоз, как говорится в известной русской басне, и ныне там. Два года назад дорожники подготовили документы для реконструкции. Проект даже прошел госэкспертизу. Однако желающих отремонтировать мост нет до сих пор. Проект непростой. В рамках проекта было принято такое техническое решение, как применение висячих свай козлового типа. И они в грунт вдавливались прессом, который имеет там большой конструктив, большой вес. Такого оборудования в Норильске нет. Везти его из Красноярска при бюджете 80 миллионов рублей невыгодно. Проект пересмотрели, однако при повторной госэкспертизе отклонили из-за того, что он подорожал до 110 миллионов. Поэтому сегодня ищет уже третье решение, которое устроит всех. А пока мостостроители заняты в районе гидропорта Валёк. Это сооружение сдадут в следующем году. Тогда же начнут реконструкцию другого, что в районе дамбы. А вот мост в районе хлебозавода обещают сдать уже в конце сентября. Михаил Чернов, Александр Вуори. Новости северного города. Еще об одном изменении в городе Ваганере. Вскоре появится новая зона отдыха в районе Озерной 15А. Приводят в порядок двор, за благоустройство которого голосовали сами жители. Раньше там по пустырю гулял только ветер, а вскоре будут и дети. Общестроительные работы уже закончились. Сейчас озеленяют газоны. Детских площадок здесь будет сразу две. Одна в морской тематике, другая в сказочной. Это зона отдыха по площади в половину футбольного поля. Цена проекта порядка 19 миллионов рублей. Здесь будут малоархитектурные формы установлены, скамеечки, урны. Также топиар фигуры в тематику игровым комплексам. В дальнейшем будем также благоустраивать эту территорию. Планируется на следующий год еще произвести озеленение в большем объеме. И выставить дополнительные малоархитектурные формы. Плюс также будем делать здесь освещение. А в этом году здесь еще смонтируют систему видеонаблюдения, чтобы следить за сохранностью дорогой зоны. Все работы должны закончить через две недели. Подходит к концу и ремонт тротуара. В дорожнике приступили к работам еще в июле. Подрядчик должен заменить почти 550 квадратных метров бордюрного камня, более 2000 плитки и уложить 200 квадратных метров свежего асфальта. Специалисты уверяют, пока все идет по плану. До сегодняшнего дня здесь выполнено уже порядка 80% замены тротуара бордюрного камня. И порядка 60% плитки. К асфальтобетонному покрытию приступят на следующей неделе. Также здесь запланировано сделать заездные карманы, которые здесь ранее отсутствовали. Теперь они будут заездные карманы на автобусных остановках, что согласно требованию безопасности дорожного движения. Также карманы для парковки около магазинов. Общая стоимость работ почти 20 миллионов рублей. Работа продолжится до 30 сентября. В сроки, говорят дорожные специалисты, подрядчик пока укладывается. Ну а дальше о планах более глобальных. Глава города Ренат Ахмечин с последними новостями о том, какие возможности могут открыться для нашей территории с реализацией инвестпроекта «Енисейская Сибирь». И как у города складываются отношения с Норникелем и краем. В настоящее время в город вкладываются довольно-таки большие деньги. Я так посчитал для себя, примерно за пять лет в город, помимо бюджета, вложено более 20 миллиардов рублей по всем направлениям в инфраструктуру города. А ждать хотелось бы, чтобы данный темп после выборов губернатора не менялся. 20 миллиардов – это те деньги, которые были вложены в город совместно и с краем, и федеральными органами, и градообразующим предприятием. Я говорю это и про наш аэропорт, и про Волс, и про строительство детских садиков, и наш перинатальный центр. Основа развития территории, по мнению главы Норильска, это конструктивный диалог с региональной властью. Всегда в руководстве края были представители Норильска. И всегда взаимоотношения были нормальные. Это можно судить только из тех денег, которые нам выделялись помимо бюджета. Задача основная у администрации края – это чтобы территория функционировала нормально, и чтобы у жителей города не было вопросов, которые мы не могли бы решить. Второй главный способ решения городских вопросов – успешное сотрудничество властей и Норникеля. Три детских садика построили. Вы знаете, на всей территории Красноярского края за такой промежуток времени вряд ли построили столько детских садиков, столько вложили денег, как Норильский никель. Дальше, ну вот сейчас, помните, это была долгая история, что нужен Норильску физкультурно-здоровительный центр, да, вот сейчас его начали строить. Да, вот принято решение, и уже стройка началась. Я думаю, в ближайшие три года построят. Помните, мы тоже с вами говорили, проект по теплицам, что вот Норильский никель хочет тоже построить, причем не маленький, не точный, а большой такой огромный проект. Они тоже начали его делать. Вы заметили, нашу мебельную фабрику снесли. Вот, то есть готовят площадку под эти теплицы. В дальнейшем большой синергетический эффект, по мнению Рината Ахмечина, даст объединение потенциала Красноярского края, Хакасии и Тувы. В старые добрые года, да, у нас все взаимосвязи, вот даже по торговле, по жилью, они были внутри края. Помните, мы вот там ездили все в детстве, наш любимый пионерский лагерь, таежный, продукты мы покупали, завозили, тушенку, там тушенка у нас была каннская, по-моему. Сгущенка, Назаровская, ну да, вот у нас все взаимосвязи были внутри нашего края, как бы деньги оставались внутри края. Я вот прямо радуюсь за то, что вот новый губернатор, вот он эти связи хочет восстановить. И вот это вот как раз инисейская Сибирь, она восстановит эти связи. Галина Навроск, Александр Вори, новости с северного города. В это воскресенье жителям Красноярского края предстоит выбрать главу региона. Как уже сообщал Северный город, в день голосования на избирательных участках депутаты Гурсовета, чиновники и представители управляющих компаний будут вести прием граждан. Во всех районах будет организована работа интерактивных и концертных площадок. Напомним, на пост главы региона претендует в алфавитном порядке Егор Бондаренко, выдвинутый региональным отделением Либерально-демократической партии России, Александр Лымпио, выдвинутый региональным отделением Справедливой России и Александр Ус, выдвинутый региональным отделением Единой России. Городские власти постарались, чтобы новичанам было удобно сделать свой выбор. Поездки в общественном транспорте в этот день будут бесплатными. Принято решение организовать работу автобусов Мукон-Попад в день выборов 9 числа бесплатно. Бесплатно. То есть проезд будет бесплатный, как по маршрутам внутри районов города, так и по межрайонным маршрутам. Сдали кровь, спасли жизнь. На станции переливания прошла акция для доноров. К ней присоединились примерно полтора десятка норильчан. Хотя ежегодно кровь сдают 2,5-3 тысячи человек. В год в местном центре запасают около 4 тонн красной жидкости. О том, как пройти от регистратуры до донорского кресла и что заставляет норильчан помогать другим. Расскажет Виктор Пехтарь. Норильский центр переливания крови – один из лучших в Красноярском крае. Его производительность превышает 4 тонны крови в год. Донорская активность города Норильска достаточно высокая. Объем, который мы заготавливаем, он полностью удовлетворяет потребности всех лечебных учреждений, находящихся на территории НПР. Также мы, чем можем, оказываем помощь Хаттинге, Гарке, Дудинке. Периодически они приезжают и пополняют свои запасы нашими компонентами. Путь донора начинается с заполнения несложной анкеты. На этом этапе кандидат уже должен иметь при себе справку от инфекциониста и результаты тестирования на ВИЧ. Затем в лаборатории его кровь еще раз проверяют. При помощи так называемой палитры и специальных реагентов медики определяют группу крови и ее резус-фактор. Если группа четвертая, то все сворачивается как вот здесь. Получается группа четвертая, рез в положении. Если группа, ну здесь нет другой группы, если вот группа первая, то нигде ничего не сворачивается. Также на специальном аппарате вычисляется уровень гемоглобина. Для женщин этот показатель должен быть выше 120, а у мужчин не ниже 130 граммов на литр. Затем осмотр у врача и порция горячего чая с печеньем. Кстати, разговоры о том, что перед сдачей крови донорам нельзя есть, это миф. Есть можно, но только определенные продукты. Популяризацией донорства в Норильске занимается депутат городского совета Иделия Ерохина. В этом кресле она оказалась из-за чувства долга. Когда-то давно у меня была тоже ситуация в жизни, когда мне перелили чуть-то кровь, и она спасла мне жизнь. Это было в 2008 году. Собственно говоря, прошло немного времени. Я решила организовать вот такую акцию, которая проходит уже у нас, в принципе, в седьмой раз. В этом кресле можете быть и вы. Для этого достаточно быть здоровым и достаточно смелым. Виктор Пиктарий, Александр Вори. Новости северного города. К слову, здоровые и смелые могут и силой помериться. Четвертый чемпионат города по армрестлингу стартовал в Норильске. В весовой категории 70 килограмм. Там участие приняли 8 спортсменов. Соревнования, которые поддержало управление по спорту, продлятся весь сентябрь. Участвовать могут все желающие. А победители отправятся на краевой чемпионат в Красноярск. Сражаемся за чемпионство. Сейчас в преддверии чемпионата края в городе Красноярске. Мы сейчас будем приблизительно проводить отбор и составлять команду сборной Норильска. Это универсальный спорт, которым может заниматься любой. Проверить свои силы, кто кого. Соревнования по армрестлингу проводятся весь сентябрь. По субботам в Атриуме-Арены. Уже завтра здесь ждут спортсменов весовой категории 80 килограммов. И хотя в городе есть костяк рестлеров, побороться за поездку в Красноярск могут все желающие. Чемпионат в столице края состоится 20 октября. Организаторы планируют вывести по одному самому сильному спортсмену в каждой категории. В прошлом году в краевых соревнованиях на рельчане взяли третье командное место. А в этом году рассчитывают улучшить результат. От силы к уму, главная кладезь информации для производственников, научно-техническая библиотека сменила прописку. Она переехала в старый город. За 80 лет это уже третий адрес. На новоселье заглянул Виктор Пихтарь. Научно-техническая библиотека обрела новый дом в стенах управления главного механика. На смену старым деревянным полкам пришли новые металлические. А научные издания обретают вечную жизнь в цифровом пространстве. История библиотеки началась в 1938 году, когда по приказу начальника Норильск строя в Рааме Завинягина началось создание технического архива на горной улице в Старом городе. Спустя время архив, переросший библиотеку, обосновался в известном всем месте на Ленинском проспекте 1. И вот спустя 67 лет библиотека вернула в Старый город на Октябрьскую 6. За 80 лет своего существования библиотека претерпела ряд изменений. И у нас сегодня фактически стартует библиотека нового формата. Ориентированная на виртуального читателя. В настоящее время для сотрудников заполярного филиала создан веб-сайт, в котором имеется возможность проводить поиск литературы. Вот уже два года библиотека оцифровывает свой архив. Сейчас в корпоративной сети хоронится 77 тысяч изданий. Но пока эти ресурсы в свободном доступе только для сотрудников заполярного филиала. Но и всем желающим библиотека в знаниях не откажет. Обычные пользователи, те же студенты, школьники. Для них доступ к библиотечным фондам не закрыт. Он также остается бесплатным. Просто форма обращения, она немного другая. То есть людям надо прийти непосредственно сюда, в библиотеку, обратиться со своим вопросом. И специалисты им помогут. Сейчас научно-техническая библиотека заполярного филиала – это единое информационное поле, связанное с центральной библиотечной системой России. Фонд библиотеки постоянно пополняется, а работа с ним усовершенствуется. Так специалисты намерены упростить и расширить использование своего онлайн-сервиса, создать личные кабинеты и оформить сайт в формате бесплатного интернет-магазина. Виктор Пихтарий, Геннадий Зверев. Новости северного города. Фрагментный книг нынче можно найти на кузове машины, точнее, библиобуса. Его раскрасили в рамках проекта, поддержанного норникелем «Добавь городу красок». Итоги творческого состязания уже подвели. В этом году помимо автомобиля библиотеки, новыми цветами заиграл фасад детской художественной школы, а в аэропорту появилась выставка рисунков, которая будет встречать и провожать норильчан до октября. Семь победителей конкурса подростки с самым ярким взглядом на мир отправятся на четырехдневный мастер-класс в Москву и Санкт-Петербург. Разрисованный микроавтобус в публичной библиотеке появился на улицах Норильска в июле. На конкурс по его оформлению поступили 60 идей от детей возрасте от 10 до 17 лет. Ну а главным холстом стал фасад здания детской художественной школы. Профессиональный стрит-арт художники отобрали из 130 конкурсных работ лучшие рисунки и создали единый калаш. Они же провели традиционные мастер-классы по технике на стенной росписи. Организатором является компания Норильский никель. В этом году при участии Управления культуры и участвует у нас головной офис во всем этом мероприятии. Если раньше конкурс проводился на территории Норильского никеля не только у нас в Норильске, но и на Кольской территории, то в этом году нам повезло и конкурс проводился только у нас. В следующем году конкурс пройдет на Кольском полуострове, а у наших художников будет больше времени на подготовку. Кстати, семь победителей нынешнего года отправятся в познавательно-образовательную поездку по Москве и Санкт-Петербургу вместе с профессиональными художниками. Про Норильск можно не только рассказывать словами, но и петь, и танцевать. В этом деле уже есть настоящие гуру, такие, например, как группа Zippers. Но приятно, когда музыкантов и клипов становится больше. Недавно приезжие клипмейкеры объединили силы с юными норильскими февцами и танцорами. «Проснулись ли участники клипа знаменитыми?» – спросил Михаил Чернов. Ансамбль эстрадного танца «Импульс» участвовать в самых разных акциях приглашают часто. Ребята ведь профи. Даром, что самые младшие 5 лет, а старшие 14. Несмотря на юный возраст, выступают на всероссийском уровне. А в этом году стали многократными лауреатами международного конкурса. Конечно, хотелось уже и какого-нибудь клипа. Были попытки снимать самостоятельно, а когда появилась возможность поучаствовать в общем проекте с местной молодежью и приезжими клипмейкерами, долго думать не стали. С удовольствием приняли участие. Нам было очень приятно, в том числе и родителям, увидеть плоды наших трудов. Было холодно деткам, несмотря на то, что погода вроде бы была солнечная. Но они были довольны и счастливы. Перед этим мы участвовали в конкурсе, поэтому они были разогреты. Положительных эмоций море. А вот другой участник проекта, Александр Казак, занимается граффити более 15 лет. В самом начале признает, чувствовал себя нелегалом. Пока набивал руку, работа его многие оценивали как вандализм, а не как искусство. Но все, как известно, приходит с опытом. Раньше за Александром бегали, чтобы он стены не пачкал. Теперь за ним бегают, чтобы он что-нибудь нарисовал. Даже заказы размещают. Совместить тему граффити с музыкой Саше было несложно. К стрит-арту его привело увлечение рэпом. Так что в музыкальную движуху влился проще простого. Бывали, говорит, сюжеты и покруче. Последний раз снимался в клипе в Санкт-Петербурге. У товарища рэп читает. Там прям экшен мы устроили. С погоней, как будто я вандал. Рисую там его имя. И тут выбегают там просто прохожие, как гопники. И меня преследуют. Что же касается одного из главных запивал и инициаторов проекта, то Анна Осмушкина вообще с песней по жизни. Поет всегда и везде. Увлечение это выбирала, потому что только на него хватает личного времени. Песню для клипа писала сама. Местами только помогал граффитист Александр. Ну, эгоистка. Хотелась показать себя. Ну, прикольно же. Тебя сняли, показали. Тебя увидело много людей. Тебя узнают. Интересный опыт. Ну и, собственно, Норильск. Каким бы он серым ни был, все равно у него есть немножко жизнерадостности. И хотелось ее показать через клип. Клип наделал много шуму и за, и против. После его публикации, рассказывает Аня, лично ей многие написали хорошие пожелания. А количество просмотров провоцирует к повторению. Так что, кто знает, может, не клипом единым теперь все и закончится. Михаил Чернов, Артем Смирнов. Новости северного города. Днем в городе облачно с прояснениями бессущественных осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура в Норильске плюс 4, плюс 7 градусов.